То, что вам предстоит увидеть, если же вы все-таки послушаете нас и обратитесь в центр туризма и микрофинансирования, реально позволит вам не погореть на долларах. Потому как не все туроператоры, и не каждая встречающая сторона, и не каждый гид сможет донести до вас все прелести Египта, реальные цены за экскурсии и за билеты. Некоторые вообще не включены в программу посещения. Теперь мы знаем, что конкретно и где, чего стоит. И вам стоит прокатиться из-за Суана в Абу-Симбу, чтобы посмотреть тот храм, который изображен на каждом фунтике местной валюты. 8 тысяч километров за две недели. Много это или мало, плюс загар, плюс все включено, плюс виной женщины. Недаром Амар Хаям любил про них писать. С чего это мы про женщин? Вроде в нашей компании их было с избытком. Все очень просто. Этот храм был посвящен земной любви не помню какого фараона и царицы Нефертари. Местные и только англоговорящие гиды с удовольствием называют ее Never Tied, то есть не устающий делать детей своему мужу. В общем-то это похвальное занятие отразилось в целом комплексе статуй фараона и его царицы, построенной через определенное количество лет. Ну так скажем семейное 3D фото на память. Нам не фараонам, до этого как до Китая задним ходом и не в этой жизни. Ну а в этой жизни мы могли бы всего этого и не увидеть, так как при образовании озера Насара, после окончания строительства Асуанской плотины, дивные строители увидели то, что как называется проморгали уровень воды. И Алярм, ЮНЕСКО, спасите наши статуи, распилите, за свои перенесите на 150 метров выше, а мы в благодарность зафигачим забор и будем с туристов и стран-участников ЮНЕСКО за посещение этого храмового комплекса еще и бабло стричь по 90 фунтов с человека. А еще и съемку профессиональной камеры запретим. Вот это из понятий умом Египет не понять. Пришлось сделать вот такую мулю. Желание потенциально нарушить любое спокойствие, как и заплатить лишние 90 фунтов, это обычное желание египтян. Теперь про историю отношения этого храма к озеру Насара. Тут все очень просто. Затопили, перестарались, ЮНЕСКО попросили и подняли. Мы сюда-то приехали для того, чтобы показать полное отсутствие магнитогорцев здесь. То есть египетские магнитогорцы – это представители нашего бюро туризма и микрофинансирования. Ну как, будем когда-нибудь мы царицами Нефертита? В смысле нефертает, в смысле девушкам, которые не устают. В смысле путешествовать. Конечно, постараемся. Продолжение следует...